Согласно постановлению президента Республики Узбекистан о дополнительных мерах по расширению производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождения АО «Алмалыкский ГМК» 26 мая 2020 года на Алмалыкском горнометаллургическом комбинате продолжается работа по реализации инвестиционного проекта освоения месторождения «Юшлик-1», в том числе строительство медной обогатительной фабрики номер 3. Съемочная группа телеканала ОКМК-ТВ 22 ноября побывала на этом объекте. Как известно, строящийся МОВ-3 включает в себя такие объекты, как склад круглодробленной руды, склад мелкодробленной руды, корпус среднего дробления, корпус мелкого дробления, корпус флотации и обезвоживания, цех гидрометаллургии, участок ремонтно-механические мастерские, административно-бытовой комплекс, подпорные стены и другие сооружения. На сегодняшний день наблюдается следующий прогресс. Завершена работа по бетонной подготовке и бетонированию защитных стел под склад крупного дробления руды. Завершена бетонная подготовка подпорных стен номер 2А, номер 5, номер 7 и номер 13. В данный момент ведется армирование и бетонирование. На объекте склада крупного дробления руды закончено бетонирование пола, стен, плит перекрытия, эвакуационных выходов и конвейерные рампы. Завершены работы по бетонированию фундаментов дробилок корпуса среднего дробления, а также бетонная подготовка и бетонирование фундаментов третичных дробилок, а также бетонная подготовка туннеля корпуса мелкого дробления. Завершены работы по бетонированию фундаментов шаровых мельниц корпуса рудоподготовки и ведутся бетонные работы по устройству стен фундаментов пельниц. Завершен первый из трех этап работ по устройству бетонной подготовки фундаментов оборудования для корпуса флотации. Завершен первый этап испытания свай. Начало пуска наладочных работ запланировано на конец 2023 года. На данный момент продолжаются работы по монтажу оборудования конусных дробилок КСД, работы по устройству фундаментов под оборудование третичных дробилок КМД и другое. Все технологические процессы новой обогатительной фабрики будут автоматизированы для снижения влияния человеческого фактора. Автоматизация технологических процессов будет обеспечена современной программной инфраструктурой. Также выбраны поставщики основного технологического оборудования и технических решений.